Президент России находится в разных качествах у власти вот уже 15 лет. Но для западных аналитиков и экспертов он по-прежнему остается человеком, полным загадок. Правда, загадки эти обычно из области политических страшилок, нежели добрых сказок. Стивен Ли Майерс, автор недавно вышедшей книги о главе российского государства, считает, что корни личности Владимира Путина надо искать в советских временах. Именно в те годы, говорит он, у тогдашнего сотрудника спецслужб сложился романтический взгляд на действительность. С самого детства, говорит Майерс, Володя Путин верил в коммунистические идеалы, любил спорт и родину. После просмотра кинофильма «Щит и меч» он захотел работать в разведке, и мечта его в итоге сбылась. Путинскую политику возврата к национально-имперским ценностям Майерс объясняет тем, что президенту не дает покоя ностальгия по Советскому Союзу. Ведь не зря же он назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Получается, что реваншистская и экспансионистская стратегия Кремля, агрессия против Грузии, аннексия Крыма — это попытки Путина вернуть России по кусочкам славу супердержавы. Даже если фальсификация выборов и преследование оппозиции опять делают ее похожей на империю зла. Очень много людей утверждают, что Путин с самого начала злоупотребляет своей властью. Среди его критиков есть те, кто говорит, что еще в первый президентский срок он установил жесткий контроль, который сильно выходил за рамки, установленные законом. Затем Путин фактически устранил оппозицию, завинтив гайки российской политической системы, включая контроль над СМИ и многое другое. Но сейчас мало кто считает Путина либеральным. Даже экс-президент США Джордж Буш-младший, который стал главой государства одновременно с Владимиром Путиным и часто с ним общался, не испытывает к российскому лидеру больших симпатий. Хотя Буш-младший и упоминал о том, что взглянув в глаза президента России, он увидел в них его душу, позднее он сравнил Путина с подростком, которого невозможно переубедить в том, что он неправильно воспитан. Очевидцы, например, писатель Питер Бейкер, даже приводят слова 43-го президента США, который он якобы сказал Андерсу Фогу Расмусу, впоследствии генеральному секретарю НАТО. Путин больше не демократ, он царь. Мне кажется, многие люди и вправду находят в стиле правления Путина черты, присущие царю. Например, попытка вернуть российскому государству статус империи. Если не на деле, то хотя бы в сознании людей. Он сам подчеркивает, что все, что он делает, он делает для блага страны. При этом он же сам и определяет, что лучше для страны, а что хуже. В то время как никакой общественной дискуссии по этому вопросу мы не наблюдаем. Я не думаю, что кто-нибудь возразит по поводу того, что сейчас в России власть Путина никем не ставится под сомнение. За 15 лет Путин прошел путь от ставленника Ельцина до авторитарного правителя с головокружительным рейтингом. При этом западные политологи призывают рядовых россиян не забывать о том, что слишком часто в истории твердая рука сперва обеспечивала своему народу стабильность, а затем отнимала у него свободу. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время.